всем огромный привет сегодня у меня продолжается сериал цветочные полки и подставки я вам уже показала полочки в спальне которые на крепится на стене плюс показала вам вот эти вот подставочки напольные и сейчас я хочу перейти уже к показу именно подставок напольных цветочных металлических но сначала я хочу вам как бы рассказать предысторию как они у меня здесь появились почему я решила именно сюда их поставить кто со мной давно уже знают что раньше здесь у меня стоял пенал ну такая книжная полка высокая узкая я ее покупала как раз то и не для книг а именно для цветов и там внутри в полочках у меня стояли всякие разные маленькие цветочки там и сансевьеры были и веточки сингониумов филадендронов а подсвечивались эти полки так на стенке я прицепляла светильники на прищепках и были вставлены в них энергосберегающие лампы но в принципе ничего мне так нравилось но когда заходишь в спальню виделась только боковая стенка этого шкафа и он как-то знаете утяжелял пространство он создавал темноту потому что свет от окна не рассеивался а вот это вот стена от шкафа она как бы еще и тень на полке давала и со временем мне надоело просыпаясь любоваться на этот темный силуэт шкафа я понимала что большие цветы туда не поставишь и вот эти вот лампы которые там тоже торчат светится мне тоже как бы надоели в общем я думала что мне исправить как мне все это дело изменить мне хотелось этот шкаф убрать и поставить что-то другое я подумывала сделать здесь стеллаж но опять друзья стеллаж ну как вам сказать неуютно все таки это спальня где мы спим и мне хотелось чтобы здесь было зелено и более-менее все таки уютно чтобы это был садик они просто теплица со стеллажами где размножаются цветочки всякие разные поэтому конечно идею с со стеллажом я отмела если бы это было не жилая комната конечно можно было бы по всей стене вот так вот до наставить тут стеллажи подсветки и тут куча куча цветов бы вместилась но я не развожу на продажу во первых я не очень люблю это дело во вторых у меня не очень получается и поэтому вот стеллажи для разведения цветов я не хочу мои цветочки которые я выращиваю периодически требуют омоложение там кого-то обрезал кого-то рассадил и вот тогда излишки я отсаживаю и потом либо обмениваюсь либо продаю и живут они у меня на пенале но он у меня пенал такой знаете темный под цвет венге пластиковый он у меня стоит другой в маленькой спаленке рядом со шкафом по стене прям по одной и он как-то там сливается со шкафчиком и особо безобразно не смотрится и вот там детский сад я держу а здесь мне не хотелось и так я все думала что как мне переделать и решила что я решила я решила просто убрать этот пенал отсюда сюда принести вот эти металлические стойки эти металлические стойки стояли у меня в зале одна с одной стороны аквариума другая с другой и одна полка вот эта вот подставка самая высокая она стояла в на самом входе как куда входишь зал в проеме в этом стояла у стены а так как эти подставки имеют расширенные ножки ну то есть к низу ножки расширяются для того чтобы она была устойчивый радиус этих ножек получается очень такой это большой и представляете когда вот вы идете быстро например в комнату заходите вы видите что у вас там с правой стороны стоит стоечка но вы понимаете что она узенько вы можете пройти и вы идете не глядя и ногой цепляете ножку этой подставки и несколько раз у нас так было и слава богу особо никто не пострадал и полка ни разу не упала но тем не менее это было неудобно а пенал который здесь стоял он разбирается на две части но из двух частей состоит и я его решила разобрать вытащить отсюда и поставить сюда вот эти металлические стойки что удачно у меня получилось на мой взгляд мне очень нравится сейчас этот угол светлый зеленый прозрачный воздушный он хорошо освещается и от окна свет туда хорошо падает а во второй половине дня солнышко когда скользит у меня именно по этой стене то солнечные лучи тоже здесь касаются их а пенал очень удачно встал у меня в зале по этой стене при входе в комнату и так как у него глубина шкафа всего сантиметров 30 то он удачно там встал и не мешается проход стал шире и свободнее и безопаснее скажем так и теперь мы с вами посмотрим а какие же именно цветочки живут у меня здесь на этих двух подставках на самом верху высокой полке она рассчитана на 7 горшков стоит панданус слева от него хамедорея справа ниже идет я ее называю финиковая пальма на самом не знаю кто она вот такие ветки свисают дальше под хамедорей вашингтоне я покупала с рук у нее был один лист и один листик наклевывался сейчас этот второй листик развернулся мы потом поближе посмотрим посередине вот прямо еще ниже смотрим здесь филадендрон белый рыцарь дальше там немножко не видно горшок стоит с правой стороны к стене ближе там просто финики я сажала ела финики и сажала как их зовут косточки они проросли но интересно что будет дальше ниже в белом горшке кто это у меня филадендрон к сананду на маленькой полочке на самой верхней полке цикос под ним маранта ниже за ним там пальма веерная но она у меня подсохла отсушила листья я ее отрезала пересадила не знаю дальше хавея очень даже кстати подросла за последнее время и в самом низу тоже маранта и висят еще два горшка вот здесь вот где хавея висит коричневый горшок там у меня сингониум и вот там где белый рыцарь висит белый горшок там тоже у меня сингониум там у меня сингониум и сидят регина редсорт но скорее чем в горшке она растет мелкой потому что горшок большеват я их хочу пересадить объединить в один горшок но когда руки дойдут на окне у меня живут суккуленты и в подвесных кашпо висят хои но это уже будет совсем другая история а сейчас я все-таки хочу вам еще пройтись и поближе показать что где и как за зиму драгоценки у меня вытянулись я их начеренковала хотела омолодить но у меня несколько черенков загнило не знаю как у меня будет дальше с ними но вот растут молоднячок растет плюс здесь у меня две орхидеи ванила вот она ванила 1 и вот другая так цисус бутылочный хочу показать бутылочку вот она бутылочка очень даже симпатичная очень нравится цветок необычный так здесь фикус здесь перискея филодендрон магик маска и старались на фикус вот их я хочу кстати тоже объединить и сплести еще надо третий к ним подумать как кого третьим взять и переплести их хотя у меня вот тут по моему два куне этот один куст разветвленный в общем буду плести но это уже чуть чуть попозже вот биркин который приходил мне по почте этот биркин который я покупала в магазине фикус который я недавно плела косичкой с потифилом пестролистный зацветает пахиподиум вот такой толстый с серым стволом у него темный лист с белой прожилкой и вот тот пахиподиум он более тонко растет и он зелененький и лист у него светлый такой сочный с зеленой салатовой полоской в общем то они отличаются очень даже когда-нибудь они вырастут побольше и я их посажу в напольный горшок все вместе конечно хотя мне это опасно что кошка может съесть листики но я думаю что я их буду сажать тогда когда они уже будут совсем здоровыми и может быть она до макушки не будет доставать так и поближе подходим панданус он варигатный но он не все листья варигатные растет он какие-то зеленые какие-то полосатые вот какие ветки идут вот у этой пальмы это я ее немножко еще подвязываю чтобы она не сильно падала вот видите леточки у нее вот она регина red белый рыцарь я отрезала от него череночки а сейчас вот он новые детки растит вашингтония второй лист который у меня здесь вырастила так сананду филадендрон вот там финики мои растут маранта вот с таким листом вот этот сингониум который я хочу видите горшок для него большеват он мелкий я хочу их объединить с тем который в белом это маранта триколор я ее перелила она скрутила листья это хавея которая была маленькая сейчас уже хорошо подросла а это вот которая веерная была пальма отсушила листья я ее пересадила с корнями все нормально надеюсь она у меня оживет но если не оживет что делать обидно досадно но ладно и вот там внизу еще стоят два горшка со спатифилумами так а хочу показать цисус в начале весны я вам показывала что цисус у меня нарастил 3 ветки я была радостно довольная но он 2 засушил и оставил вот одну оставил одну и вот она удачно распрямляется а потом ближе к лету еще 3 ветки выдал и вот они тоже уже разворачиваются распрямляются хотя вот у этой начинает кончик подсыхать видите вот подсыхает кончик у этой нормально у этой у этой тоже нормально видите не знаю почему то периодически подсушивают листья что не так красавицы я за него прям так рада рада ну вот собственно все друзья внизу у меня орхидеи стоят но это уже будет совсем другая история а на этом я с вами прощаюсь счастья вам и здоровья тепла добра берегите себя и своих близких с вами была я любовь садик цветов до новых встреч на моем канале так я там там а это пенал про который я говорила большая часть это вверх маленькая часть это низ там даже видите слева есть подножка как будут закрывается до справа нет просто полка стоит но ничего и они очень симпатично так вместе тут смотрятся тем более что не на одном уровне тоже как-то это более интересно и вот там наверху я поставила высокие цветы на нижней части более низкие цветы ну а полочки из-за того что там внутри темно я поставила книги а с краю горшочки в которых можно располагать цветы сейчас тут просто маленькие мои отросточки ну вот так вот все это выглядит слева у меня стоит вот такая плетеная штучка для зонтов подставка и вот под нее подходит вот такая ваза мне нравится как это все в совокупности смотрится а стояли тут когда-то металлические две подставки но вот с этим намного уютнее здесь в зале а с полками намного светлее там спальне а уже позже я покупала вот эту вот подставочку деревянную поставил ее вот сюда